Я продолжу демонстрацию основных возможностей программы DRRL в версии 6.0. В первой части я рассказал о первоначальной настройке программы, о создании сайтов, о формировании радиорулейных интервалов, о создании радиорулейной линии. Сейчас переходим ко второй части. Это построение продольных профилей радиорулейных интервалов. Рельеф местности при расчете интервала радиолинии описывается при помощи продольного профиля. Вот так он выглядит. Продольный профиль интервала отображает вертикальный разрез местности между соседними радиорулейными станциями со всеми высотными отметками, включая препятствия, застройку, лес. На продольном профиле также обязательно отображается водная поверхность реки, болота, водохранилища. Вот на примере застройка выделена красным цветом, показана. Вот так выделяется лес зеленым цветом. И здесь мы видим также водную поверхность синим цветом здесь и здесь. В программе DRL построение продольного профиля каждого из радиорулейных интервалов осуществляется в меню «Интервал». Заходим сюда. Здесь уже профиль построен. Мы сейчас данные все удалим таким образом. Выделяем. И удаляем. Вообще программа DRL позволяет выполнить построение продольного профиля как в автоматическом режиме при помощи специализированных баз данных, так и традиционным способом, то есть вручную указывая высотную отметку рельефа и препятствия вдоль интервала. В первую очередь нам необходимо выбрать нужный нам интервал. Из всех созданных ранее вот здесь мы выбираем, что мы будем работать с этим интервалом. После чего этот интервал отобразится вот здесь в правом окне на карте местности. Картографическую подложку можно выбрать из всех доступных. Таким образом. Вот он интервал. Мы выберем спутниковую подложку. Для наших целей наиболее информативно. Для автоматического построения продольного профиля рельефа местности в программе используется цифровая модель высот, так называемая SRTM, что переводится как Shuttle Radar Topography Mission с разрешением 3 секунды. Это радарная интерферометрическая съемка поверхности земного шара, которая была осуществлена в 2000 году с борта космического корабля многоразового использования Shuttle. Файлы данных представляют собой матрицу высот с шагом угловые 3 угловые секунды, примерно это 90 метров. Эти файлы доступны на всю территорию Российской Федерации. Детальность рельефа, которая представлена в данной цифровой модели высот, в целом соответствует детальности на топографических картах масштабов 1 к 100 тысячам, 1 к 50 тысячам, что в принципе достаточно для построения продольных профилей радиорулейных линий. Путь к этой базе данных мы указываем в настройках конфигурации программы. И теперь мы можем получить данные рельефа вдоль продольного профиля, нажав кнопку автоматическое построение, рельеф. И мы видим, что у нас заполнилась таблица с отметками рельефа, где в левом столбце мы видим расстояние, а в правом столбце высотную отметку в метрах вдоль всего профиля. Так, далее. Для автоматического нанесения границ застройки в программе используется база данных проекта OpenStripMap. Застройка в проекте OpenStripMap это векторная контора зданий, в основном без какой-либо информации о высоте и этажности. Поэтому высоту мы должны будем ввести сами, обычно вводится максимальная высота предполагаемая застройки вдоль профиля. Ну, а границы застройки программа автоматически укажет сама, и актуальность этой застройки соответствует текущей актуальности застройки в проекте OpenStripMap. Для нанесения на продольный профиль границ застройки необходимо выбрать автоматическое построение OSM-застройка, поставить максимальную высоту. Ну, допустим, мы здесь предполагаем, что вдоль профиля у нас могут появиться 9-этажные дома, это 27 метров в среднем. Сохраняем. И вот у нас заполняется таблица, где показывается начало, конец препятствия, высота препятствия, идти препятствия. Пока речь идет о застройке. Да, немаловажный момент в настройках, в конфигурации программы. Здесь, когда мы указывали путь к папке с файлами полигонов зданий, мы... Я забыл, необходимо еще нажать эту кнопочку, чтобы провелась индексация файлов. Иначе не будет работать автоматическое построение застройки. Вот, то есть мы нажимаем, и происходит индексация. После этого мы можем работать. Окей. Индексацию нужно провести один раз. Ну, если вы меняете файл, вернее расположение файлов застройки, еще раз нам будет необходимо провести индексацию. Так, далее. Для автоматического нанесения на продольный профиль границ леса и водной поверхности в программе используется одна из баз данных проекта Global Forest Change. Которая представляет собой матрицу с шагом в одну секунду. И представлена информация о плотности участков леса, а также о участках водной поверхности. Это база данных, так же как и СРТМ, создана с использованием радарной съемки. Следовательно, мелкие участки леса. Например, узкие лесополосы в полях не учитываются в данной модели. Это надо понимать. Актуальность информации 2013 год. База не содержит информацию о высоте деревьев. Поэтому высоту деревьев необходимо брать, изыскивать из каких-то других источников. Ну, обычно топографические карты масштаба 1 до 200 тысяч и крупнее. Чтобы нанести на продольный профиль границы леса и границы водной поверхности с использованием баз данных, необходимо выбрать автоматическое построение. Лес и водные участки. Вводим высоту леса ожидаемую. 20 метров. У нас появились водные участки и лес. Естественно, чаще всего вдоль продольного профиля у нас встречаются все виды препятствий. И так же лес и застройка. Поэтому нам чаще всего необходимо сразу нанести все препятствия. И тогда нам надо выбрать вот этот пункт меню. Мы заменяем. Сразу ставим высоту леса, высоту застройки. И вот таблица с препятствиями у нас сейчас перезаполняется. Вот мы видим, что появился лес и застройка. Посмотреть получившийся продольный профиль можно вот здесь в меню расчеты. Вот мы видим продольный профиль, который у нас получился. Возвращаемся обратно. Можно пробежаться по профилю. Посмотреть, что у нас получилось. Видно, что вот лес, границы леса. Здесь водная поверхность. Здесь опять начинается лес. Вот. Программа определила, что здесь здание. Частный сектор не показан. То есть информация та, которая есть в базе данных OpenStreetMap. Конечно, каждый раз нужно просматривать внимательно профиль. Не пропустили вы какие-то критические здания. Особенно в точках, которые являются критичными. Так, возвращаемся. Естественно, существует возможность редактирования высот вдоль профиля. Если у нас есть более какая-то точная информация в критичных точках, мы можем подкорректировать просто вот высоту. Например, 125 метров. Также можем подкорректировать высоту и расположение препятствий и водных поверхностей. То есть это все корректируется. Кроме того, удобно непосредственно это делать на профиле. Если у нас есть, например, здесь мы можем удалить этот участок леса. И поставить его более точнее, если это нам необходимо. Начало участка. Конец участка. Вот таким образом. А также, если это необходимо, можем подкорректировать точнее расположение и высоту застройки. Ну, например, мы видим, что здесь... Вот это можно нанести за стройку, хотя она... Начало участка застройки. То есть мы нажимаем на правую кнопку мыши. И вот таким образом обозначаем застройку. Уточняем таким образом профиль. Здесь внизу мы видим статус бар. Показывает текущее положение курсора, уровень земли и расстояние в километрах от... от RRS-1 и расстояние до RRS-2. То есть это первая и вторая станции. Ну, соответственно, начало и конец нашего интервала. Здесь вверху мы видим меню. Здесь выбираем тайловый сервер. Это текущий масштаб. Здесь источник карт, интернет и кэш. По умолчанию лучше оставить. Отменить изменения последние можно. Можно импортировать профиль из старых версий продольных профилей. Профидита. И экспортировать профиль. Вообще при построении продольных профилей следует учитывать ряд важных моментов. То есть есть свои особенности. И лучше бы о них почитать в блоге на нашем сайте. Есть небольшая статья, где более-менее подробно все это дело описывается. Ну и в общем после построения продольных профилей, либо продольного профиля, если у вас один интервал, можно переходить к следующему шагу. Это ввод исходных данных, то есть ввод параметров системы и расчетом качественных показателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова